всем привет сегодня у нас 17 мая тема у нас сегодня по большому счету это amazon adwords внешний трафик сейчас включу большой кран не буду тебе мешать приступаем окей поехали ребят я сегодня хочу немножко рассказать про amazon adwords это один из инструментов которым вы можете привлекать внешний трафик на свои листинги у него есть плюсы и свои минусы и проговорить немножко организационных моментов чтобы все прошло гладко и ровно и удобно очень попрошу вопросы задавать в конце я буду на них отвечать и отвечу на все которые есть которые есть которые будут зуме это дальше если можно то в зуме выключайте пожалуйста звук на шинодал тебе вижу пробивались там какие-то звуки-звоночки чтобы не отвлекать друг друга и еще раз говорю что вот весь опыт который я сегодня буду показывать только соответственно наши продукты не охватывают все ниши на амазоне которые только существуют поэтому если у вас есть какие-то свои дополнения или свои наблюдения пожалуйста делитесь ими от этого выбраны собственно говоря все то есть вот это собственно весь весь вся ступительная речь поехали почему adwords почему мы вообще начали на нее смотреть что нас к нему привело ну причины я думаю вы все знаете то есть ppc во многих нишах стало как бы достаточно нестабильно если помните даже в группе окос кокос такой парень как сергей выкладывал скриншот одну нишу в которой бит 45 долларов составляет на амазоне то есть окосы растут ppc как бы достаточно сложно прогнозировать и сложно управлять и стоимость бедовых нишек сейчас достаточно высокая у нас есть одна ниша в которой конкуренты американцы они просто заходят и ставят любой бит у них дешевые длинные деньги поэтому все равно какая будет стоимость беда у нас соответственно такая же ситуация не устраивает поэтому надо было искать другие чемпионаты я думаю вы это все видели я сегодня немножко про это проговорю она все активнее и активнее появляется уже вышла новость от амазона что он будет делать ретархитинг по продуктам на основании данных которые он соберет на пользователях то есть персонализации тех кто из вас работал там все они шили в какой-то подобной нише маркетинга и знаю что персонализация выдачи приводит к тому что становится сильно сложнее считать продажи трафик прогнозировать что-либо потому что на одном и пользователи на втором компьютере пользователя другого пользователя вы там на десятом есть вот что такое персонализация выдачи то есть такая ситуация на амазоне будет ее будет становиться все больше я сейчас даже про это немножко проговорю изменение алгоритмов или что по 2-3 месяца то есть достаточно сильно прыгает алгоритмы ранжирования алгоритмы выдачи там вводятся все новые и новые инструменты тоже персонализация по ревью вводится поэтому это заставляет все время смотреть на какие-то дополнительные инструменты амазон дальше амс но вы же зарегистрировать будет достаточно сложно потому что вендор вендор экспресс программу уже закрыли новых регистраций не понимает старый аккаунт еще работает но скором времени они тоже будут жить и активно рамках амазона становится меньше сейчас на самом деле очень много людей кстати ищут где можно было купить амс аккаунты если они где-то уходят в районе 300 400 450 500 долларов инструмент хороший и в рамках там непрогнозируемости письма мы очень много дальше тот из вас кто сейчас продвигал какие-то ключевые слова заметил что сильно важнее и важнее стало сильно больше стало инертности в продвижении то есть ключи уже не двигаются прям так бодро и резко там еще не от нее стали объемы поменялась ряд ссылок там например в том же storefront если заметили теперь появляется следующий блок pick up wherever you left такой блочочек который в котором показываются товары из этой же категории показываются и плама очень часто показываются related items внизу то есть грубо говоря ссылки тоже меняются фильтры поиска тоже меняются там тоже теперь рекламы полно то есть грубо говоря вводятся такие изменения которые амазону позволяют зарабатывать больше вам надо будет больше окей в рамках амазона во многих нишах сейчас растет конкуренция думаю вы это наблюдаете китайцы заходят там больше продавцов становится поэтому инструменты которые находятся вне поддела амазона они соответственно просто интересны то есть не для кого не секрет там склейки всевозможные там жалобы баны там и так далее и так далее они там прям процветают в этом году то есть мне кажется где-то в районе нового года эта тема как бы сильно разогналась сейчас на новые уровни очень много есть инструментов как люди друг другу солят то есть вот там делают адалт флаги вешают на листинге после чего они перестают аранжироваться и так далее и так далее я там могу выбрать по черту номера с которым мы будем активно и смотрим как от этого защищаться этого становится много дальше ну то есть вывод очень простой в рамках амазона сложнее добывать трафик поэтому надо смотреть где его можно добывать еще вне амазона то есть очень простая простая логика персонализации выдачи я хочу тут буквально на одну минуту остановиться то есть амазон подтвердил и behavior based search что это значит это значит что теперь по вашему бренд-нэйму может показываться нету даже ни единого слова о вашем бренд-нэйме то есть его нету ни в бэкэнде ни на листинге то есть нигде нет вашего все они говорят да это типа не очень страшно это все неважно это типа бренд-нэйм трафик но они какой-то листинг забанивается то по бренд-нэйму кто-то начинает отжирать много продаж ваших это как бы нехорошо то есть это подтвердил amazon если захотите я вам потом даже ссылок накидаю на их не писать и станут презентацию не вставлять дальше персонализация по адресу доставки но я думаю вы это уже все видели то есть грубо говоря ставишь разные адреса доставки у тебя сильно меняется выдача то есть amazon идет к той к той ситуации когда он будет каждого и персонализированную выдачу в рамках которой он будет максимально пытаться там сконвертировать этого посетителя это с одной хорошо с одной стороны хорошо для посетителей а с другой стороны для нас как для продавцов сильно хуже потому что нам сложно и уже не факт уже может быть наступит такая ситуация когда не будет понятно вот я на первом месте по какому-то ключу это я на всех устройствах на первом месте во всех штатах амазона каждом то есть вот те кто занимается гуглом они знают какие-то шумы идут откуда-то вот то есть вот собственно говоря про персонализацию поэтому за этой ситуации наблюдать потому что это как бы важно адворд против фейсбука то есть что лучше что хуже то есть принципе инструменты оба внешнего трафика мы использовали и тот и другой я сейчас кратенько расскажу плюсы и минусы покажу скриншотики результатов то есть чтобы вы могли сами сравнить в фейсбуке сидит холодная аудитория то есть вы сами понимаете что люди сидят смотрят на фотографии друзей там гостят котиков не знаю там веселятся а тут вы им пытаетесь навязать свой garlic press там со скидкой 75 и соответственно аудитория как бы не сильно заинтересована единственное что их может зацепить это размер скидки то есть если вы там будете 99 процентную скидку на garlic press то думаю они его купят просто ради того чтобы получить товар списки за бесплатно cп стоимость реалистичная по тем компаниям которые я видел она колеблется в диапазоне 10 центов до доллара cpc расшифровывается как cost per click меньше я видел меньше стоимости клика но это очень редко и очень часто люди когда крутят например видео рекламу в фейсбуке они знают что у фейсбука есть оплата за нажатие на кнопку проигрывателя и очень часто когда они видят там несколько центов за клик они не догадываются что это несколько переходов и это не центов за нажатие кнопки проиграть то есть есть кейсы да но их очень мало вот средние вот такие показатели фейсбук был очень интересен когда работал вихрь второй с фейковыми купонами то есть когда можно было интересные такие манипуляции в результате которых вы получали движение по ключам сейчас вихрь второй не работает проверить проверяли его достаточно большое количество людей фейсбук трафик еще работает если можно что это технология ребят я слышу чип у тебя как называется холл или рут что что у тебя как называется это его безумный хом или у меня руль называется он удалил у меня тут абсолютно тихо потому что семья сейчас гуляет на улице я точно знаю я просто не знал кого это там все я отключил окей спасибо дальше что по фейсбуку работает на больших аудитории это товар просто не искал понятное дело если вы отдадите какую-то bluetooth колонку там за 15 центов то ее купит любой но вам это не сильно и в фейсбуке есть такая небольшая проблема вот я сейчас дальше покажу пиншот его и сложности для профильных и узких товаров то есть если вы продаете какой-то там не знаю там профессиональный прибор для измерения радиоволн то фейсбуке будет очень сложно найти аудиторию потому что таргетинг настроить на нее крайне сложно это если у вас до этого не были там проведены сборы аудитории ну и фейсбук единственное его хорошее применение это когда надо нарастить объемы любой ценой продвинуть ключ любой то есть это вот про фейсбук вот скриншот одного из наших аккаунтов фейсбучных это реальные цифры это мои цифры по трем узким товарам то есть как вы видите эту цена за результат колеблется от 19 центов до пятидесяти центов и расходный трем компаниям составляет порядка тысячи долларов то есть это реальные цифры это с оптимизацией это парись но узкие товары они на фейсбуке идут плохо поэтому цифры как вы видите такие не самые шикарные но это честно просто сегодня зашел свой фейсбук рекламный кабинет скопировался какая же ситуация на соцсоборца то есть какой у нас второй инструмент на противорез фейсбуку ну во первых аудитория теплая то есть аудитория вы можете таргетироваться по запросам именно на тех кто ищет бай и знаю bluetooth хэд bluetooth спикер amazon то есть вы можете таргетироваться на эту аудиторию эта аудитория более заинтересован стоимость клика по людям которые тоже немного его покручивают она где-то колеблется от 2 до 15 центов на центр на самом деле дороговато у нас средняя получается где-то от 3 до 7 центов то есть это наш стоимость клика я дальше покажу там тоже скриншот в адворце очень классно то что можно достаточно хорошо оптимизировать стоимость клика за счет того что вы льете на amazon amazon очень трастовый в глазах адворца то есть там есть такое понятие как показатель качества мы о нем дальше поговорим и вот это оптимизировать стоимость клика это очень классная штука то есть этим надо пользоваться в адворце есть сложности для профильных узких товаров про это у нас будет целый отдельный раздел я там расскажу просто сейчас знаете что у меня есть конечно же и минусы хорош адворц более хорош для того чтобы наращивать продажи для какого-то конкретного листинга нежели для того чтобы продвигать ключ это мы тоже поговорим то есть просто как бы общая информация и больше всевозможных настроек и больше типов соответствия которые дают вам возможность оптимизировать компанию на так как вы хотите то есть и даже по тем же ключевым словам там есть больше типов соответствия чем у amazon то есть например вот модификатор широко это очень хороший крутой тип соответствия который лично я использую постоянно для адворца для амазона для рекламы amazon листинга в адворце так правильно сказать то есть адворц это очень старый очень крупный инструмент который там постоянно пишется и мне кажется что самая совершенная там пи-пи-система в мире то есть лучше я ничего не видел и амазоновский пи-пи-си он там нервно курит в сторонке по сравнению с гибкостью адворца и возможности настройки и понятностью аналитики вот скриншот адворц рекламы здесь все указано в гримах для тех кто и ребята из россии у нас сейчас курс 26 гривен за 1 доллар то есть грубо говоря вот здесь где вы видите 1.93 гривны за клик это где-то 7.5 центов как видите потрачено где-то 150 долларов на выходе мы получили 2175 кликов что интересно на этой странице странице вы еще можете посмотреть то есть первое это показатели CTR то есть как вы видите на экране CTR на 15 процентов это очень высокий показатель а по некоторым компаниям у меня он там доходит до 40 процентов точнее по некоторым группам объявлений прошу прощения правильно сказать это первое на что вы можете обратить внимание второе на что вы можете обратить внимание поисковую сеть то есть мы крутим только рекламу в самом гугле выдачи гугла в поиске все дальше про это немножко скажу это важный момент и третье на что вы можете обратить внимание это средняя позиция вот тут справа такой самый правый столбец на 1 это при этих минимальных стоимостях клика мы находимся на первом втором месте по всем объявлений то есть мы во дворце то есть выдачи гугла по целевым нашим запросам все время находимся на первом месте то есть это тоже реальный скрин это сделано с моего рекламного аккаунта которым мы сейчас пользуемся который сейчас активен то есть вот вот такие цифры такая реальность то есть вот мы сравнили сейчас facebook и adwords у каждого из этих инструментов есть плюсы есть минус сферы портс мне немножко больше нравится потому что он более прагматичный более легко оптимизируемый то есть более точно настраиваю того чего мне не хватает в фейсбуке того чего мне не хватает в амазон бпс рекламе особенности adwords для amazon их очень много я сегодня на всех не смогу остановиться потому что мне тогда придется пересказать весь вебинар который я планирую 26 мая провести я расскажу такие базовые штуки которые если вы захотите первая особенность понятное дело тут не секрет мы не можем устанавливать никаких кодов на amazon поэтому там нам недоступный ряд функций adwords по оптимизации конверсии и так далее вы не могли установить на amazon но здесь это критичный момент потому что у adwords есть много функций которые при правильной связке аналитики и adwords позволяют вытворять вообще небольшие штуки здесь к сожалению функции не доступны дальше второй второй момент особенности это что что amazon супер трастовая площадка поэтому модерация проходится крайне быстро вот те ребята из вас это работали с adwords он знает что когда ты крутишь новую площадку бывает несколько дней за него модера меня вот операция управление по рекламе амазон листингового дворца занимает бывало 5 минут очень быстро и так как это трастовая площадка то соответственно очень хороший CTR очень хороший показатель качества что помогает нам на это обратите внимание это очень важно дальше возникает конечно же вопрос как однозначно трекать результаты сейчас это можно делать в рамках возможности амазона без использования программы это можно делать я на вебинаре будет очень детально рассказывать это очень интересная тема мы сейчас эту штуку используем то есть мы можем однозначно сказать какая группа объявлений даже какое конкретное объявление насколько эффективно нам принесло продаж то есть мы можем оптимизировать очень эффективно следующий вопрос какую линку использовать то есть по какой ссылке лить этот adwords трафик мы немножко дальше остановимся на нескольких вариантах на вебинаре я там прям очень много контента там есть разная есть специфика в тех ссылках которые можно использовать сейчас вот мы на них немножко остановимся и дальше еще одна важная особенность который мне очень нравится на во дворце очень легко заниматься миза эффективно я там даже скриншотик по моему дальше ставил покажу то есть вот то чего вам не хватает в amazon ppc то есть вы достаточно вслепую работаете с теми ключами по которым немного статистики то есть вы видите там было непонятно что сделать то есть не подходит ли ваш листинг или может быть снипит у вас там какой-то не идеальный для этого ключа то есть очень сложно вот на amazon ppc понять что меняется почему я только что слышал сам себя ребята еще раз прошу пожалуйста не включайте микрофон и она получается это вновь приходящий но люди подключаются и у них автомат и микрофон получается замкнутый круг создаётся я говорю слышу сам себя я уже записываю то что я слышу окей то есть оптимизация делать очень просто это то чего мне хватает вот любой кто из вас там промучился с amazon ppc и даже не знает там ничего об адворце да он погозрит насколько хорошо да вот пример адворца хороший тоже скрин для вас это уже конкретная группа объявлений очень маленькая как вы видите всего два ключевых слова то есть они зарисованы у нас сетя по этой группе объявлений это очень маленькая группа и как видите расход здесь очень большой но таких групп в рамках одной компании достаточно много что здесь вообще интересно на этом скриншете посмотреть это прав средняя позиция то есть у нас здесь оптимально вот здесь справа и столбец немножко плохо скопировался он называется процент полученных показов из поиска то есть это значит какой процент всех показов забрала именно моя реклама то есть как контур чего я снова забрала 80 процентов второе ключевое слово забрала 69 процентов то есть то есть грубо говоря реклама настолько классная настолько трастовые и настолько качественное что она забирает большую часть трафика, и как вы видите, здесь вот показатель качества, вот средний такой столбец, это очень важный, кстати, критерий или метрика для оптимизации стоимости клика, он у меня практически везде 10 из 10. Те из вас, кто занимается рекламой, добиться это достаточно сложная задача. То есть в рамках наливания трафика от Word-ца на Amazon, вот это все практически дается на шарик. Вот такая вот ситуация, почему вот этот инструмент интересен. Какую ссылку использовать? Ну понятно, есть наша стандартная ссылка Zonblast Direct, формируется она следующим образом, сейчас я покажу вживую, как она формируется. То есть давайте возьмем какой-то Garlic Press. Вот, смотри, я нажал на Garlic Press. Давайте откроем, я не знаю, любой листик. То есть здесь, как формируется эта ссылка, мы просто меняем вот этот текст на Garlic Press, копируем эту ссылочку в блокмотик, и вот здесь убираем буквочку S. У нас получается вот такая вот ссылочка, из которой надо убрать еще временную меточку. UID. Все, вот это вот называется ссылка. Блаз пока что с вами, прям в режиме реального времени сформировали. Давайте ее проверим. Вот я ее вставляю в стату браузера, нажимаю Enter. Ну и как мы видим, все срабатывает, заход на листинг происходит. Почему я люблю ссылки, которые идут на листинг? Причина очевидна, потому что лучше показатель качества, потому что меньше кликов. То есть человек сразу попадает на конечную страницу, на которую ему по сути надо нажать Add to Cart. И все, то есть от него ничего не требуется. По этой причине я не очень люблю Storefront, потом является пик. То есть человек сначала видит маленькую картинку, должен нажать на нее, потом попадает на большой листинг, потом только нажимает Add to Cart. Есть ниши, в которых кнопка Add to Cart есть в Storefront, но их не так много, и я уверен, что большинство из вас будет в ситуации. Окей? То есть вот пример вам ссылки, которые я прям в режиме реального времени сформировал. И как вы заметили, когда мы вставили даже без буквочки эту ссылочку, то Amazon сделал автоматический redirect на ссылку с... То есть штука для AdWords рекламы, это не критичный момент, он к этому относится абсолютно нормально. Это вот первая ссылка, которую можно использовать. У нее немножко хуже влияние для продвижения ключевых слов, но она достаточно хуже, чтобы завести клиента на конечный листинг, для того, чтобы максимально эффективно его сконвертировать в продажу. Второй тип ссылки вам всем известный, это Storefront. То есть, ну, все вы знаете, я думаю, даже не... Проблема Storefront, давайте покажу на примере этого же продавца. Сейчас возьмем другой листинг. Возьму бестселлер. Ну, то есть, вот Storefront продавца. Мы здесь можем вести... Но, как видите, здесь добавляются дополнительные блоки уже. То есть, во-первых, inspired by your views. Ну, видите, то есть, появляется блок снизу. Также на Storefront очень часто сейчас во многих нишах вот здесь проходит wherever you left. То есть, это такой не очень приятный блок. Если ваш клиент смотрел какие-то товары в этой нишу, то у него будет она маячить сверху, и оно будет забирать вашу конверсию, то есть, оно будет забирать вашу клиентовую. То есть, ну, грубо говоря, обычная PPC-шка по вот этим запросам, по вот этим ключам. Поэтому мне Storefront сейчас немножко хуже нравится. Ну, и плюс там у Storefront достаточно часто в URL-е вот в адресе, если ее не убрать, она делает так, что хуже работает для продвижения эта ссылочка. Ну, понятно, что я уже сказал, что эффективнее, конечно же, использовать ссылки, которые идут на печатные линии. Там еще несколько есть, мы их там прям будем детально все рассматривать, но вот вы прям сегодня, если хотите, можете взять вот эту Zonblast Direct, включить AdWords своими силами, там, если из вас кто-то разбирается, как его настраивать, и попробовать просто налить там, не знаю, на пять рекламных инструментов. Окей. Что еще? Ну, что еще мы рассмотрим на вебинаре, вот все ссылки, там они на самом деле очень отличаются, некоторые более эффективны для продвижения, некоторые более эффективны для вот именно продаж. У нас достаточно много, и сейчас появляется все больше ссылок на Амазоне, которые, ну, никто особо не рассказывает, не пиарит, я не знаю почему, потому что вы видите его в эти блоки, но вот, если хотите, попробуйте именно Zonblast Direct, это самая простая штука, которая поможет. Организация, в AdWords вообще прикольная штука. У вас в каждой компании, в каждой группе объявлений есть такая вкладочка «Ключевые слова», вот она сейчас оттуда, и там есть третья вкладочка, правая, называется «Поисковые запросы». И у вас есть запросы, по которым показывалась ваша реклама. То есть прикиньте, насколько удобно. То есть, грубо говоря, вы вбили, например, ключ, например, там, не знаю, Bluetooth, спикер Амазон, и ваша реклама, например, показалась по запросу «Би, спикер Амазон». И вы понимаете, что JBL это вам неинтересно, и вы сразу же просто можете добавить JBL в него слова. То есть оптимизация настолько удобная, прозрачная, понятная, что просто невероятно. То есть, я не знаю, вот. Смотрите, есть много инструментов. То есть, как оптимизируется реклама AdWords. То есть, кто из вас сегодня захочет попробовать? Первое – показатель качества. Второе – позиция. Третье – стоимость клика. Четвертое – какой процент трафика вы забрали за рекламу. Потом пятое – это ключевые слова, по которым выкрутились. А дальше там еще есть куча тонких настроек. Регионы, время показа и т.д. То есть, по факту, здесь можно стартовать, например, с 7 центов, с 10 центов за клик. И спокойно рекламу выйти на 5 центов, 4, 3. И вот у нас там девочка одна, которой я там помог запустить AdWords рекламу, она мне скинула скрин, у нее 2 цента за клик. Со старта, то есть, без оптимизации. То есть, вот такая штука. Есть ниши, конечно же, где надо понимать, что это и AdWords тоже, там, не бесплатный инструмент. И он тоже хочет зарабатывать. Есть ниши, где, понятное дело, более конкурентные, где дороже клик, но вот те ниши, которые я протестировал, получалось достаточно дешево. Это меня удивило. Потому что, если вы ставите, там, из клика может быть 3 доллара, 4 доллара, там, ну, это нормально. И не всегда даже, вот многие пишут, вот сейчас достаточно популярная тема в группах по Amazon PPC, про то, что я там поставил 7 долларов за клик, и клика нет. Я в долларах получил, там, не знаю, 3 клика, там, не знаю, каких-то 20 показов, ну, и такие вот проблемы наблюдаются. То есть, ну, мало кто знает, от чего они появляются, то есть, мало кто так глубоко копает. Там есть варианты этого решить, эти проблемы, но оно не очевидно. То есть, здесь ты заходишь, тут все очевидно. Ты тут увидел запросы, заминсовал, увидел там стоимость клика, поднял, понизил, то есть, очень очевидно. В Amazon PPC это наподобие, там, танцев с бубнами, ты там, трещина меняется, там, не знаю, результат, то есть, не очень очевидно. Окей? Какие ниши не подойдут для Адвордс рекламы Amazon Vestido? Есть запрещенные в Адвордсе ниши, которые вполне разрешены. Одна из таких ниш, ну, понятное дело, то есть, достаточно большое количество ребят, на самом деле из русскоязычного сообщества, продают товары для взрослых, это хорошая, интересная ниша. Там есть свои определенные особенности, но вам надо учесть, что тут про алкоголь и медикаменты, при том, медикаменты не обязательно какие-то лекарственные средства, а все, что может трактоваться, прошу прощения, что я заговорил с вечером, трактоваться как медикамент. Ну, то есть, вы сами знаете, что Amazon тоже там лейкопластырь, которым там пальцы фиксируют, то есть, вот эти ниши, они ограничены во Адвордсе. Оружие и все производные от оружия. То есть, все товары двойного назначения, они могут быть запрещены во Адвордсе. Что такое товары двойного назначения? Например, кухонный нож, это не оружие, то есть, он не предназначен для того, чтобы убивать людей, либо животных, но в то же время им могут совершить преступления и Адвордс эту рекламу, вероятно, все заблочит. То есть, вот те, кто занимается ножами, табачные изделия, понятно, вот у нас был один из моих друзей, попросил их проконсультировать, они занимаются табаком для этих трубки, вот эти курители. Ну, короче, все сейчас очень любят в клубах курить, я забыл, как назвать свои, прошу прощения, вечером, что-то выпало слово. То есть, и нам пришлось доказывать, что это не табачные изделия, потому что там действительно не было табака, табеля, с этим могут быть проблемы. Но насколько я видел эту категорию, там очень мало кто торгует, из СНД там вообще буквально один-два человека. Поэтому я думаю, что для вас это не проблема. И есть еще одна запретная категория, это фиарки и всякие, связанные с какими-то взрывами. То есть, вот это те категории, которые запрещены адворцам в его правилах. Там есть еще некоторые дополнительные исключения, но они как бы Амазона в меньшей степени касаются, поэтому я про них не говорил. То есть, если у вас пара из этих категорий, то знайте, что вам будет очень сложно запустить рекламу. Есть варианты, как можно обойти эти запреты. То есть, есть такие технологии, которые называются клоака. То есть, можно лить трафик с адворца. Те, кто работали во всяких сложных нишах, они также знают, что это просто сильно удорожает, это мероприятие. Поэтому я бы вам, честно говоря, вот если у вас там какой-то нож, то советовал бы просто попробовать, но если с адворцем не получится, то, наверное, этот инструмент для вас на данном этапе не подойдет. Окей? И еще, какие ниши не подойдут для адворца, это исключительно уже мои наблюдения, какие-то мои размышления. То есть, это уже не касается правил. Первое, это маленькие всякие узкие ниши, аддон товары, которые очень дешевые, USB кабеля и так далее. Почему? Потому что люди в Гугле очень редко ищут их именно для покупки. То есть, обычно эти товары покупаются между USB провода просто в довесок. Очень часто эти товары, они идут уже по умолчанию с телефоном, ну, с устройствами. Вот у меня лично там есть целая полка, которая забита USB кабелями, потому что с каждым девайсом приходит микро-USB провод, а их столько просто не надо. То есть, ты там используешь два-три, там один в машине, один в офисе, один дома. А с каждым новым девайсом тебе приходит новый кабель. Поэтому такие товары могут не пойти, а именно потому что их просто целенаправленно не ищут. в Гугле. Букопрофильные товары. То есть, на Амазоне есть достаточно много ниш, которые имеют право на жизнь, там, например, какие-то специальные измерительные приборы. То есть, у них есть продажи, там есть прибыль, но трафика в Гугле по ним, там, ну, кот наплакал. Вот есть поиск, это, не знаю, специальный измерительный прибор для измерения температуры у крупного рогатого скота. Ну, я сейчас придумал. То есть, он вполне может быть рентабельным, успешным товаром на Амазоне, но в AdWords просто не будет трафика для вас. Это вы можете очень легко, просто заходите в AdWords, заходите в Keyword Planner, то есть, там, где вы обычно ключи собирали, то есть, этот инструмент из вас знает. Просто смотрите, есть ли там ключевые слова и какой трафик вы можете получить с AdWords. Ну, я считаю, дешевые товары, такие как книги, они тоже могут не пойти. Почему? Потому что американцы, они гуглят, ну, чаще всего, какую-то вполне конкретную книгу, то есть, какого-то вполне конкретного автора, а вот такие запросы, как детская книга, она будет сильно конвертирована. То есть, да, детская книга, вы ее продаете, мне кажется, что она будет сильно хуже конвертироваться, потому что, когда он перейдет на Амазон, у него будет сильно большой выбор, то есть, он может сразу не купить, он может отложить, например, ваш товар в пиш-лист, пойти посмотреть другие детские книги и выбрать. Знает. Вот в США, если знаете, очень важно имя. То есть, если есть какая-то там опра, которая выпустила книжку, то с вероятностью, там, 99% купят не вашу книжку, а ее. Для них очень важно вот эти вот люди, которые для них, типа, надо учитывать. То есть, я думаю, что вот эти ниши тоже могут для вас не подойти. То есть, если вы занимаетесь книгами, надо протестить, конечно, у меня просто нету книжек, я когда-то попробовал эту нишу, мне она не понравилась, потому что там не очень большой заработок. Мне не очень нравится эта работа, поэтому я в книжки не пошел. Вот это мои наблюдения. Дальше, пару хаков для разогрева, то есть, то, что вы можете использовать и сейчас. То есть, если вы захотите там сами полить, не захотите там все там фишки. Один сервис, который вам обязательно надо использовать, это Pixel.me. Мы его тоже используем очень активно. Что этот сервис дает вам возможность сделать? Этот сервис дает вам... Я вот сейчас даже кейс покажу здесь. Которая будет редиректом, но которая для вас будет собирать, например, аудиторию на Фейсбуке. То есть, в который будет вшит ваш пиксель фейсбуковский, который будет собирать аудиторию на Фейсбуке. Сильми он дает на самом деле интегрировать сильно больше всяких трюков, хаков и так далее. То есть, во время редиректа ссылка для вас будет собирать кучу информации. Сюда можно вставить Google Analytics, сюда можно вставить LinkedIn, можно вставить Google Remarketing, сюда можно вставить этот... Даже ВКонтакте вы можете вставить Remarketing. Я не знаю, правда, зачем, но можете. То есть, супер классная ссылка. Вот она будет выглядеть таким вот образом. Я, прошу прощения, вот здесь покажу. Вот она. Видите? Что будет происходить? То есть, Amazon будет рекламу показывать со ссылкой якобы на Amazon, но когда клиент будет нажимать на эту рекламу, он будет попадать на вот эту ссылку, которая будет его редиректить на Amazon. То есть, давайте посмотрим маршрут к редиректу. То есть, видите, редирект прошел два этапа. Вот я только открыл консоль. И это был JavaScript редирект. То есть, кто из вас занимается веб-технологиями, понимает разницу. Там есть HTTP редирект, JavaScript редирект. Сейчас у меня уже при переходе через эту ссылку кто-то собрал свою Facebook-аудиторию и уже может крутить мне рекламу по поводу вот этого, не знаю, что это. Какая-то штука для готовки, короче. Это, по-моему, этот... Мы... Это очень классная штука. Для AdWords она работает отлично. Там есть специфика с ее применением, конечно, но это класснейшая штука. То есть, представьте, вы льете трафик напрямую на Amazon, но в процессе наливки этого трафика вы собираете кучу данных с этой граммой для того, чтобы потом показать ей рекламу на Facebook, на LinkedIn, для того, чтобы увидеть их данные в Analytics и так далее. Это супер офигенная штука. То есть, чем классна эта технология, что вам не надо создавать посадочный трафик со дворца на Amazon и собирайте все то, что вам надо. Единственное, чего вы не можете при кончатой ссылке собрать, это имейлы. И то, там есть хаки, я про них не хочу рассказывать, потому что они не этичные, но есть возможность даже кусок имейлов. То есть, вот такая штука, прикидывайте, такой клевый сервис. Давайте вернемся к презентации. То есть, во-первых. Второе, хак для вас очень важный. Когда будете выбирать слова, в первую очередь смотрите все слова, которые начинают там, ну или содержатся слова Amazon. Почему? Потому что это самые целевые для вас клиенты. То есть, предположим, вы продаете какой-то Bluetooth спикер. То есть, для вас самый целевый запрос это Buy Bluetooth спикер on Amazon. Или Buy Bluetooth спикер on Amazon. Он на нее нажмет и попадет на Amazon. То есть, это то, что он хотел. Это тот товар, который он искал. То есть, знаете, идеальные предпосылки для конверсий. То есть, он искал Amazon. Он получил Amazon. Он получил возможность купить. Он получил Bluetooth спикер. То есть, это основа конверсии. То есть, давать человеку то, что он хочет. То есть, прорисерчить эти ключевые слова максимально. То есть, они дают наилучший эффект. Если по трафику, то тогда сконцентрируйтесь на всех запросах со словом Amazon. То есть, вот все скриншоты, которые я показывал выше по нашей AdWords рекламе, они все крутятся по ключевым словам со словом Amazon. Все. То есть, у меня там нету других ключевых слов, которых не курировано. То есть, все ключевые слова содержат слово Amazon. Это самое эффективное, то есть, самое релевантное, то есть, самая правильная реклама. Единственное вам маленькое замечание. Никогда не пишите слово Amazon в тексте объявления, потому что за это у вас зарегистрированная торговая марка. То есть, вы можете давать рекламу на Amazon Leasing. Это не запрещено. Вы можете использовать ключевые слова со словом Amazon. Это не запрещено. Но вы не можете использовать слово Amazon в своей рекламе. То есть, это очень важное замечание. Пожалуйста. Есть еще такая штука в AdWords это расширение, я дальше покажу, он нереально классно работает, тот, кто из вас работал с AdWords знает, что это штуки, которые добавляют дополнительные строки к AdWords рекламе, т.е. ваше объявление в базе оно такое маленькое, а когда вы добавляете все расширение, оно стоит больше, там больше информации, туда можно добавить цену, телефон, туда можно добавить разные параметры, там свойства, ну и так далее, использовать это тоже сильно помогает оптимизировать стоимость клика. Я сейчас покажу, какие я использую, и вы сможете использовать то же самое, не проблема. Дальше, есть такая очень классная тузовина, причем она работает для, не знаю, прочистки ваших ключевых слов, по которым хотите рекламироваться, но на самом деле тот, кто из вас умный, он понимает, что вот эту штуку можно будет использовать для прочистки любого количества ключевых слов. Покажу, использую на примере того же MerchantWords, а вы сможете использовать на примере любых ключевых слов и тех же Google AdWords. давайте возьмем запрос Fidget Spinner, сейчас мы откроем, возьмем все ключевые слова, скопируем и вставим сюда вот. Смотрите, как этот ToolJoin работает, это очень классно, предположим, вы собрали кучу минус-слова, вам надо собрать целевые ключи и надо отфильтровать минус-слова, а вы идете по вот этим ключам, например, у вас не металлический Fidget Spinner, вам слова Metal не надо, вы нажимаете, и, как видите, он удаляет уже все ключи, которые… потом телефон вы удаляете, там Bearing, Rainbow, там, не знаю, Mini, Prime, Toy, короче, то есть удаляете все слова, которые вам нужны, видите, он дальше по тексту удаляет все те слова, которые вы отметили, нереально удобная эта штука. Листы для AdWords-рекламы, либо просто вы собираете ключи для своего листика, то вот эта штука оптимизирует время в сто раз. Когда вы все удалили, вам все, что остается сделать, это нажать вот здесь кнопочку «Получить список минус-слов». Минус-слов вы уже можете использовать в PPC, вот эти минус-слова вы уже можете использовать в AdWords, то есть и так далее. И второе, вам надо нажать «Получить список рабочих слов», и он сюда скопирует только те слова, которые не содержат выбранных вот этих минус-слов. Вот интересная штука, вот хак, мало кто не знает. Для меня это было открытием, я когда вел курс по амазоновскому SEO по ключевым словам, я когда начал показывать пустые инструменты для оптимизации, там многие плакали, что, не зная таких простых штук, они тратили по шесть часов, какие-то там эти минус-слова выкупать. Это меня очень расстраивало, потому что эти можно пользоваться. Окей? Теперь я обещал показать расширения. То есть я, например, использую такие расширения, как уточнение. Вот пример скриншота, был AdWords, который, я там пишу такие уточнения, там New Model, там Free Shipping. То есть товар дорогой, соответственно, да, там есть Free Shipping для Prime и так далее. То есть нам ничего не мешает записать Free Shipping. Perfect Give, там, не знаю, lifetime warranty. То есть есть пользователи лишнее использовать, то есть два я закрасил, потому что они очень продукториентируют. То есть что это делает? Человек заходит, он видит вашу AdWords рекламу, контекстную рекламу и видит, что есть товар, у которого там, во-первых, это новая модель, бесплатная доставка, там, идеальный подарок и так далее. Он, вероятно, придет на эту рекламу сильно выше. То есть у вас растет CTR, у вас растет качество вашей AdWords рекламы, у вас падает стоимость вашей AdWords рекламы. Ну, то есть, короче говоря, прям супер-супер. То есть обязательно используйте расширения. Очень хорошие типы. То есть там есть не только уточнения, там можно и телефон подвязать и так далее. Но в нашем случае телефон нельзя подвязать, потому что мы все-таки идем на Amazon. Но, тем не менее, это есть множество разных расширений, которые вы можете использовать. Окей? Что по AdWords рекламы? Какие вопросы мне там задавали ребята? То есть, может быть, у вас такие же вопросы есть? Я на них сейчас отвечу, чтобы, как бы, ну и на ваши вопросы тоже ответил. Первое. Меня спрашивали, можно ли взять маркетинг вот в такой рекламе? Там есть возможность его частично использовать. Я уже показывал, что при помощи того же сервиса PixelMe и так далее можно эти штуки реализовать. Я про это более детально остановлюсь на вебинаре. Но, в принципе, вот эти сервисы, которые редиректоры, они дают возможность вам вставлять разные коды и получать супер плюшки. Дальше был вопрос от наших друзей из Беларуси. Я не знал этой штуки, но оказалось, что в Беларуси порт открывается только на юридические лица. Для меня это был шок новость, конечно. И они спрашивают, а как нам крутить AdWords рекламу? Ну, на самом деле это решается очень просто. Вам надо зайти под VPN в любую другую нормальную страну. Например, в Москве зарегистрировать AdWords, указать там просто русский адрес в качестве платежного и указать свою там, не знаю, Payoneer карту привязать и тогда вы сможете спокойно использовать AdWords. вот такая вот суперпростой решение. Дальше был вопрос. Там есть такая штука, может быть вы знаете, CrossBorder FIA, она называется. Она составляет порядка 3%, от 2 до 3% по-разному там пляшет в Payoneer. И там есть курс конвертации, поэтому если аккаунты локальные, то есть если вы будете делать там украинский аккаунт или российский аккаунт, или белорусский аккаунт, то у вас включится вот это вот дополнительное расход. Поэтому, как этого избежать, можно сделать американский аккаунт, либо можно просто платить с любой другой карты, то есть вашей там золотной карты, вашей иной карты, чтобы обойти вот эти ненужные дополнительные расходы. То есть вот этот момент учтите. Я не помню. Дальше там был вопрос по вебинару, который будет 26 мая. Подойдет ли он для новичков? Там прям, не знаю, прям в режиме реального времени буду запускать контекстную рекламу, и вы потом по видео просто повторите мне свою рекламу. И был еще очень хороший и правильный вопрос на самом деле. Не портит ли вообще вот этот AdWords трафик картину по конверсии? Что если вы не занимаетесь оптимизацией, если вы просто включили трафик и там уехали на месяц на Бали, то трафика может быть очень много, и понятное дело, что конверсия у вас, показатель конверсии упадет. То есть конверсия падает, то есть да, надо над этим вопросом работать. И соответственно наиболее оптимальный вариант, как использовать AdWords, если уж совсем запариться о конверсии, то в момент подключения AdWords рекламы можно делать раздачи на ревью, у вас получится очень сильный классный коммулятивный эффект. То есть вот это был очень хороший и правильный вопрос, поэтому я все равно вынес. И дальше меня очень часто спрашивали про какой бюджет на один продукт. Вот у меня сейчас на один продукт, на один листинг стоит бюджет где-то от 5 до 10 долларов. То есть вы сами можете посчитать, что если стоимость клика там 5 центов, то соответственно 5 долларов это 100 кликов в день. То есть это достаточная цифра для того, чтобы в течение там двух, трех, четырех дней собрать уже какую-то статистику и начать AdWords, так и собственно говоря начать смотреть, что у вас, какие продажи это дало на Amazon. То есть вы сами понимаете, очень хорошие получается цифры, даже при таких небольших расходах. Как вы понимаете, на том же Amazon PPC 5 долларов в день реально вы там ничего не видите. То есть это там два клика в нормальной нише. Окей. Еще раз приглашаю вас на свой вебинар, он будет 26 мая, будем там 8 часов, буду вам показывать, рассказывать про Amazon AdWords. То есть ссылочка есть, ссылочка в группе тоже есть у Дениса. Это буду рад вас видеть. Ну и давайте ваши вопросы, буду рад на них всех ответить. Спасибо большое, вложился в час. Да, молодец, без пауз вообще. Вопрос у меня первый, связанный вот, я давно просто AdWords не делал, там по-моему можно в рублях и в долларах платить, то есть в разной валюте. То есть тогда не будет лишней конвертации? Или надо аккаунт, или аккаунт надо именно американский, например, что в долларах? Ну смотри, у тебя валюта выбирается, когда ты выбираешь страну, в которой… Ну пионер привязан к доллару, соответственно я выбираю, оплачивать буду долларами, соответственно работать буду в Америке долларами. То есть дополнительной конвертации не будет, правильно же? Да, но у тебя все равно будет фиг cross-border, понял? То есть конвертации не будет, а фиг будет. Понял, тогда знаешь, как лучше сделать? А? Тогда как лучше сделать? Ну тогда надо просто американский, соответственно просто указывать там какой-то локальный адрес и выбирать США, тогда все этот вопрос решается. Либо вот, я честно говорю, чтобы не заморачиваться прямо с этими картами, с американским AdWords, там там англоязычным интерфейсом всей этой бургой с VPN и так далее, просто возьмите любую локальную карту, точно есть, там не в каменном веке все живете. То есть вот мой аккаунт, который вы видели, он крутится в гривнях и крутится с карты гривневой жены. То есть вот такая штука. Крутится с карты жены, потому что мой личный AdWords аккаунт был заблочен. Нет, нет штуки, которые не настолько белые для отброса и вот такие попался где-то с собой колебаличный. То есть возьмите просто локальную карточку свою там рублевую, возьмите рублевый аккаунт и на самом деле даже в курсах рубля там и гривны к доллару вы сможете сильно более точно настраивать шах. То есть если у вас, например, в долларе шах один цент, то в гривнах это, соответственно, сколько получается? 26 копеек, а в рублях это, я не знаю, 60? 60 там у нас чем-то. 62. Сколько? 62. 62. 62. То есть получается, что если вы делаете аккаунт в долларах, то у вас один шах это 62 копейки. Если вы делаете аккаунт в рублях, то это одна копеечка. То есть вот такая вот интересная шахта. Все, вопросов нет. Даже не важно, что в Америке в рублях делать, да и все. Понял. Второй, вот как раз твой вопрос этот по конверсии был всегда беспокоил вот этот момент. У меня был отрицательный опыт моих знакомых, что именно трафик гнать, они тоже специалисты в угле, во дворце, во всем остальном и не смогли они ничего сделать, то есть побороть от дворца, дошли они до одного цента за клик и гнали трафик они, когда на прокладку у них, просто люди не переходили с прокладки на Амазон, вот соответственно одностраничника. А когда они гнали трафик напрямую, у них получалась патовая ситуация. Конверсия падала, с выборки они вываливались, но продажи с Адворца шли. То есть они не могли Адворца отключить, потому что они уже все позиции потеряли, но одновременно и Амазон им не дал продажи. То есть Амазон просто являлся, по большому счету, прокладкой с доверием, не более того. Да, смотри, тут какая ситуация. Тут вот ты прав, про вот эту всю штуку, но тут есть один вопрос. Ну и ты это знаешь, мы вчера с тобой, по-моему, это обсуждали по поводу того, что объем продаж, он как бы сейчас как бы более решающий фактор. Соответственно, если ты будешь наливать, не знаю, тысячу продаж в день, при этом у тебя конверсия будет немного хуже, то есть все твои ключи заберешь. Мы эту ситуацию проверяли, то есть мы разогнали один листинг до 800 продаж в день, и мы забрали все там супер ключи на первом-втором месте. И пофиг, какая у нас там была конверсия, я туда даже не смотрел. У меня было вообще пофига. Понятно. Как с PPC я сейчас работаю? Широким диапазон у меня, то есть тут в любом случае все ясно. Ну у меня потом были Lightning Deal и внешний трафик PPC, да, то есть это все. Лайтинг Deal сейчас какие-нибудь есть ухищрения, если не дает Амазон? Ну там есть вот эти ссылки для призыва, там есть актабные категории, можно подстраиваться под ключевые слова, там у конкурента, у которого самое большое количество Lightning Deal. Но ты же сам прекрасно понимаешь, ты сам прекрасно видел, что Lightning Deal это очень классный инструмент, тут без базара. Но если... Дорога, вот ребят, которые там для товаров за 30 долларов и выше проводят Lightning Deal, они чаще всего говорят, что мы сделали 3-5 продаж и все. То есть клиенты Lightning Deal, они все-таки больше похожи на фейсбуковских клиентов, которые ждут... Халявы, короче, понятно. То есть они ждут какого-то купона, а-ля там 60-50%. И Lightning Deal очень хорошо работает, насколько вот у меня, мой опыт подсказывает, для товаров, которые до 15 долларов. То есть там, где расход такой, знаешь, как... Ну понятно. Импульсный... Купай шоколадку и не думай. Импульсный спрос до 20 долларов, понятно. Да, да, да. То есть вот там оно хорошо работает. Давай я сейчас еще на вопросы из фейсбука отвечу. Андрей Малюкин, мой хороший друг, пишет, что в фейсбуке, если выбрать валюту рубль, минимальный платеж залит будет 0,1 копейка, а не 0,11. Ну, таких валютами и так далее. Не буду с тобой спорить, так оно есть. Андрей Артем, прошу прощения, Шатохин спрашивает. Женя, настраиваешь подключить рекламу? Нет, мы под ключ ничего не делаем. У нас реально не хватает времени и сил. У меня, помимо Амазона, сейчас еще очень много бизнесов. И очень много попей есть. Ну, немножко мне тяжело. Сейчас я в некоторые бизнесы даже директоров беру, потому что уже просто физически не справляюсь, поэтому подключить, к сожалению, не использую. То есть мне очень нравится Амазон, я от него получаю громадный кайф от того, что я там его копаю, разбираюсь, там, не знаю, нахожу всякие движения, потому что я не общаюсь с людьми, а работаю с железом, я люблю программировать. Мне это очень нравится. Вот, но так, чтобы там под ключ настраивать. У нас просто рук не хватает, команда задружена, к сожалению. Давайте еще вопросы. Я посмотрю, вопросы я вижу в зуме. Вот хороший вопрос от Василия. Можно понять, используют ли конкуренты AdWords? Да, абсолютно легко. То есть есть всякие... Можете гуглить AdWords, Spy Tool, и там вы вбиваете запросы, то есть вы приблизительно можете же понимать, какие у вашего конкурента запросы. Вбиваете, и они вам покажут, какие компании рекламируются по этим запросам. Это абсолютно нормально. Это первый подход. Второй подходит, если у вас есть какой-то там VPN или какой-то удаленный рабочий стол на США, вы можете просто вбить этот запрос или несколько запросов пару раз, нажать F5 и посмотреть, какие там рекламные кампании крутятся. Сейчас вот это достаточно просто реализуется. Давайте еще вопросы. Можно, где большое количество ключей, словами поминусовать? Ну, программа, программа. Куда кинуть? В Фейсбуке, да, и в Фейсбуке. Куда-нибудь. Я кину тогда в Фейсбук, в комментариях. Да, да, там найдут все. Так, дальше. Ой, я прошу послушать. Так, что там со звуком вчера? Я ничего не слышал. Да, напишите-то вопрос. Как можно узнать, сколько было продаж? Подожди секунду, Денис, тут почему-то прямой эфир прерван. Это норм? У меня показывает пока нормально. Ну, ничего страшного. В любом случае у нас в зуме в любом случае все работает. У меня показывает все нормально. А, окей. Ну, ребят, я не знаю. Тогда вы скажите, на Фейсбуке идет или нет. Я не знаю, сейчас наряду. Запись, запись равно будет, так что ничего страшного. Ну, я говорю про Фейсбук. Короче говоря, вопрос, как понять количество показов. Я вот, если можно, это сохраню в секрете. Это классная штука. Очень хороший вопрос. Я это реально расскажу. Я это прямо сейчас можно посчитать прямо до последнего объявления. Прямо до того, как каждое конкретное объявление и сколько оно продаж вам приносит. Соответственно, вы можете подвязывать под каждое конкретное объявление 1-2 целевых ключевых слова. Мы так и делаем. Почему? Потому что так наиболее качественно можно написать сам текст объявления. То есть представьте, что у вас есть запрос. Например, Bluetooth Speaker Amazon. То есть мы делаем группу объявлений конкретно под Bluetooth спикер Amazon. И пишем там очень целевое текст объявления. там Buy Bluetooth спикер Amazon. Ой, без Amazon. Там Best Bluetooth спикер. Там, не знаю, 9 часов работы. Там, не знаю, Waterproof. И так далее. И можно сейчас отрекать прямо вот, насколько эффективно каждое объявление работает. у меня пока посылка. То есть вот, если можно, я вот сохраню это как секретный соус после вебинаров. Я вижу тут в чате Алексей Брянцев спрашивает, а кто не готов лить до безумия трафик до 800 продаж в день и одновременно не хочет убивать конверсию листинга? Есть какие-то варианты. И еще я пробовал AdWords. Для моей тематики получилась цена примерно 50% средней цены PPC, учитывая, что это не готовые покупатели. Было как-то неинтересно. Ну вот тут, смотри, тут интересный вопрос. Куда-то сейчас комментарий. Окей. Смотрите, тут ситуация такая. Вы можете лить на свои листинги, на свои прокладки и так далее, но это будет увеличивать просто стоимость клика. То есть то, что цена получилась такой высокая, это значит, что на самом деле человек лил на прокладку. Ну, вероятно все. Ну, 100% вероятно все будет подтверждать. Понятное дело, можно лить на прокладку, можно просить имейлы, не знаю, давать какие-то купоны и так далее. Эти все штуки вы видели уже тысячу раз. То есть это все эти западные супер-маркетинг-гуру, это все кругу рассказывают. То есть тут никакого секретного секрета особо нету. Так можно делать. Еще раз повторюсь, что кто не готов там лить и получать большое количество продаж, ну, не знаю. То есть оптимизируйте просто конверсию до упора и все. То есть я про это тоже расскажу. И третий момент, еще раз подтвержу, не для каждой ниши эта штука сработает. То есть может быть у вас какая-то супер, не знаю, эксклюзивный, дорогой девайс, которого, не знаю, 100 запросов в месяц в Гугле, это вполне реально. То есть я еще раз скажу, у меня нету статистики по всем нишам Амазона. У меня нету товаров во всех нишах Амазона, к сожалению. Поэтому я не могу тут сказать как бы статистику для каждого товара. Я просто рассказываю, как можно взять инструмент и как его реально сейчас можно использовать, понять, работает он или нет. Вот и все. То есть я это расскажу от конца до конца. То есть вы сможете это использовать. А там дальше уже смотрите под каждую свою нишу. Вот у меня ребята реально обращались, у них оружие. Они говорят, как нам лить на оружие. Ну я говорю, это запрещено, то есть мы получим проблем. То есть понятно, есть возможность обходить эту ситуацию, но будут банить. То есть все, кто занимался клакой, все, кто лили трафик на запрещенные дворцам тематики, все знают, что аккаунты теряются. Все знают. То есть вот у меня есть опыт наливки на сложные ниши, люди очень высококонкурентные, американские ниши запрещенные в AdWords. У меня бывало, что по три аккаунта за день терялось. То есть это вполне нормальная статистика, нормальная ситуация. То есть будьте к этому готовы. Понятно. Андрей Истомин спрашивает, сайт Pixel.me понизит продвижение ключей. Не понимаю вообще в чем вопрос. Сайт Pixel.me это Redirector, он вообще ничего не понижает. Он просто перенаправляет. То есть я честно говоря не понял вопрос. Сейчас открою весь чат, еще посмотри, может я что-то пропустил. Ого. Да тут есть еще вопрос. Сейчас секунду. Звук отстой, пишут. Ну, sorry. У нас в зуме отлично сейчас, как отключилась трансляция в фейсбуке, отлично звук пошел. Может вообще фейсбук не транслирует онлайн, кто хочет в зум заходит и все так проще. Да, вопрос как насчет Инстаграм. Инстаграм мы пока не тестили, не вили, но для некоторых ниш я уверен это очень крутой инструмент. Особенно если это что-то женское, красота, какое-то тело там, уход. Мне кажется классная штука, но у меня таких товаров нету, поэтому не тестили, не скажу. Алексей Брянцев пишет что-то нереальное. Ну, все скриншоты, которые я там показал, я готов за них ответить, там не знаю, то есть я готов показать аккаунты, единственное, что мне придется там удалить ключи, чтобы не полить товары, но это все абсолютно честно. Я не люблю всякой водой заниматься, то есть я просто зашел, скопировал, вставил, зашел, скопировал, вставил. У меня такая тактика. Если кому-то не нравится, пожалуйста, не юзайте. Так, сейчас читаю еще вопросы. Все, вопросов больше нету, давайте из зума вопросы у кого есть или там где вы еще там уводитесь и на сегодня тогда будем заканчивать. Все правильно. У нас получается в любом случае на данный момент, как я себе вижу, есть несколько способов нагоняния трафика, то есть PPC, который ты рассказывал, соответственно, это те же искусственные выкупы, да по большому счету внешний трафик. Ну и все, больше у нас ничего не остается. Мы, я считаю, достаточно плотно поработали многие с PPC, вот у нас как раз сейчас будет мероприятие в Москве. Пообщаемся по этому поводу, обменяемся опытом. Ты, кстати, как планируешь приехать все-таки? Что там? У меня есть такая мечта, я пока не хотел, как говорится, не публично говорил, говорить. У меня есть мой любимый мотоцикл BMW, который сейчас проходит техническое служение. И если вы успеет к этому времени привезти суперлит, я хотел в Москву на мотике. Ну это было вообще круто, то есть второго мы тебя ждем. А так на будущее… Да, единственное, что мне тогда надо было бы, чтобы кто-то мне помог с гаражом, потому что все-таки… Ну я думаю, там… Решим что-нибудь. Я не хотел бы его оставлять на улице. Я думаю, в любом случае, во всех гостиницах нормальных ездить за прогрессом. Ну в любом случае все это можно узнать. Главное, просто надо все планировать заранее. На будущее мы с ТВ, я тебя приглашаю. Следующее у нас мероприятие как раз по внешнему трафику. Это как раз… Я уже там еще с Сергеем Юременко разговаривал. То есть надо посмотреть. Тут просто смотри. По внешнему трафику народу не хватает. Ну реально. Специалистов достаточно мало. Саша Ковалев как раз он тоже из этой же, так скажем, темы. Он в любом случае там на PPC. А так, на самом деле, хотелось бы привести сюда людей, даже не зашоренных амазонов в принципе, а кто хотел бы или у кого есть опыт работы на американском рынке. Основная масса людей, которые занимаются тем же Google или там Яндексом, неважно чем, они работают там за рубли за гривны и сами мечтают или хотят своей силой попробовать, например, там в Америке, правильно? А у них клиентов нет, где они их найдут? А мы здесь как раз непосредственно клиенты, вот горячие пирожки. Вот. То есть вот тебе даже там сразу написали вопрос, что берете ли это сам. Потому что я вот сам лично, как это сказать, настраивал свой сайт в Гугле и в Яндексе, то есть его выводил там в топ. Ну вот чисто вот я там непрофессионально этим занимался, то есть также вот изучал какую-то амазоновскую тему сто лет назад. Вот. Все там понятно, все можно. Но хотелось бы брать вот реальных монстров, потому что там рынок-то серьезный. То есть это не просто так вот посидеть. Я вот просто брал в Ютубе там курсы, как там этим заниматься. Реально там в Ютубе большое количество. И действительно мне очень сильно помогло. То есть они во-первых и по пунктам рассказывают. И я чем дальше продвигался, чем больше курсов этих смотрел, я уже понимал, кто более профессионал, кто менее. То есть явно информация была нормальной. И вот хотелось бы на то же мероприятие или вообще в принципе сюда привлекать этих людей. Как мы фотограф привлекаем, видео у нас редко бывает, но тоже привлекаем. А внешнего трафика специалистов или сюда такое ощущение приходит сами вот эти специалисты, но не того уровня, который справляется, например, с той конкуренцией, которая там есть. Ну впечатление такое складывается. Потому что мы сейчас… Я могу тебе объяснить, почему такая ситуация. Да, очень просто могу объяснить. Смотри, у меня сейчас есть в США бизнесы, которые работают вне Амазона. То есть абсолютно отдельный сайт со своим абсолютно отдельным процессингом, со своим абсолютно отдельным преп-центром, который по АПе интегрирован с сайтом, который отправляет все это по АПе без Амазона. Так вот я тебе хочу сказать, что у меня стоимость льда по этому сайту составляет порядка 50 долларов. То есть стоимость клиента, это называется… Я понимаю, я понял. То есть 50 долларов. То есть ты прекрасно понимаешь, что большинство людей, которые сейчас вот говорят про внешний трафик, по большому счету у них не сильно большой финансовый ресурс, чтобы тестировать. это первый момент, почему им, собственно говоря, нужны какие-то сразу целевые там результаты и там целевые знания. Это раз. Во-вторых, вот эти вот есть моменты с конверсией и так далее. То есть многие боятся, там многие ждут там, не знаю, вихря 35, которые там решит… Ну да, да, просто там за две копейки мы как обычно… То есть кто следил за вот этой всей ситуацией с вихрем 1, он жил достаточно долго на самом деле, он существовал достаточно долго. Вихрь 2 прожил, ну по факту там пару месяцев. Я сейчас к чему возвращаюсь? Надпись «Амазон», то есть там название товара, надпись «Амазон», конверсия повышает, так понимаю, раз в 10, наверное. Вот. То есть получается, потому что люди конкретно идут на «Амазон» и конкретно им нужна эта вещь, потому что они доверяют «Амазону», потому что у них есть «Прайм», небось. Они хотят хапнуть сейчас на данный момент. Им лень на «Амазоне» искать, они там с «Гуглом» лучше сотрудничать. То есть постепенно конкуренции в этом отношении будет выше. Из-за этого кто туда сейчас пойдет, тому легче. мы с тобой говорили как раз «Фейсбук», то что холодная аудитория. У нас сейчас «Эдворд» остается, остается социальная сеть помимо «Фейсбук», «Инстаграм», «Пинтерест», «Твиттер». Есть еще дополнительные источники трафика. Я могу их сейчас тоже назвать. Это сайты скидок. Я сейчас на экране покажу. Очень интересно этот сайт. Не знаю, мало кто его использует. Но тут на самом деле есть куда порыться. Вот я сейчас, если видите мой экран. Видно мой экран? Да, да. То есть это один из самых крупных сайтов скидок. Слигдинс называется. И таких в США очень много. Давайте посмотрим, кто здесь из Амазона крутится. Вот анкер, видите? Срисуем. Вот. Вот анкер. Ну и я думаю там… Сейчас как-то тут… Нарисовал стрелочку, я не знаю, как ее убрать. А! Вот. Мы вчера разговаривали с одним человеком по поводу новостных сайтов, где большой трафик. Смотри, если можно, я тебя перебью. Сейчас я просто покажу трафик этого слигдился, чтобы вы понимали, насколько можно его завязать для своих целей. И таких сайтов достаточно много в США. Я хочу, чтобы там для участников была польза. То есть я сейчас покажу, как их находить достаточно быстро. Вот этот слигдилс. У него 63 миллиона. Да, сейчас он нарисует. 63 миллиона визитов в месяц. Это большой сайт. Как их находить? Мы просто гуглим там. Best USA deals. Ну и вот, собственно говоря, тут вы найдете там все их. Это раз. Второе, о чем многие забывают, это сайты, афилиаты, сайты, которые рекламируют подобную продукцию. Например, вот я на примере фиджет спиннеров покажу. Вбиваем такой запрос. Best fidget spinners on Amazon. Смотрим. Вот я нашел там на третьем месте сайт. Обзорник. Это называется сайт-ревью. У профессиональных лобмастеров это называется сайт-ревью. То есть, как видите, тут идут обзоры фиджет спиннеров. Есть ссылки, нажимаешь, он переходит на Amazon. И сравнительно они, да, я так понимаю? Да, ревью это есть, сравнение по сути обзора. И в каждой ниши, в крупной, на самом деле таких сайтов много есть. И если вы, на самом деле, запаритесь с таким вопросом, откуда у вашего бестселлера, у вашего конкурента бестселлера много продаж, и начнете искать, вы найдете кучу внешнего трафика. Это и YouTube-обзоры, это и Kickstarter, это и вот эти deal-сайты. Как вы видели, на самом крупном deal-сайте находится Anker. Anker – это один из крупнейших бестселлеров. То есть, это будут и сайты вот эти-ревьюшники, это веб-мастера. То есть, трафика внешнего много. Просто многие из нас там боятся к нему подходить, потому что это сложно, это там надо жопу поднять и так далее, и так далее. То есть, но если вы реально проресерчите бестселлеров, то там еще… О, сейчас что-то селлер-веб не показал трафик, сейчас их… Прошу прощения. – Короче, ты сейчас говоришь именно в первую очередь о том, что пока еще спрос недостаточно готов к предложению. То есть, если будет предложение, оно будет несопоставимо с возможностями участников этого процесса. – Я говорю про то, что вот, например, если мы говорим про сайты вот эти, афилиаты, да, то есть, грубо говоря, что тебе надо, ты нашел вот такой сайт, ты, например, fidget spinner-ми занимаешься, тебе надо найти его контакты, да, то есть, ты там идешь, там смотришь, контакт АС какой-то нажимаешь, ты смотришь его телефон, тебе надо его, например, набрать, потому что на форму, вероятнее всего, он не среагирует, ну да, там, ну, очень некая вероятность. Надо набрать, надо поговорить на английском, например, там, или написать, он что-то ответит, там, надо его как-то заинтересовать, то есть, это какой-то процесс, который никто не готов, как бы, делать. Все хотят, там, запустить товар, нажать PPC, там, 10 долларов, ставка, там, 2 цента, бюджет 10 долларов, вы получите 500 продаж за день. Ну, так, к сожалению, не будет уже, к сожалению, ну, вот все еще в это верят, поэтому все ждут вихря, а вот в этой плоскости работы, ну, я тебе, ну, передать не могу, сколько есть хороших, потому что, почему я это знаю абсолютно точно, потому что у меня есть трафиковая сеть, то есть, у меня куча вебмастеров, которые льют кучу трафика с интернета, с вот таких вот сайтов, и они зарабатывают на этим свой, ну, свой доход, они живут за счет этого. Я точно знаю все их показатели, я точно знаю, как они льют, я точно знаю, какие у них сайты, какие там тексты написаны и так далее. – Но ты имеешь в виду американские или свои? – Американские, американские. У меня основной трафик – это англоязычный, англоязычный и Азия. Сейчас немного арабов еще начали, ребята, лить, но арабская страна такая, как говорится. Восток – дело тонкое, слышали. Вот, ну, вот такая вот ситуация. То есть, здесь работы для Amazon-продавцов очень много. То есть, вот, я общался даже с ребятами, которые вот, инфлуенсерами работают. Это очень сложная затея. Вот, кто из вас пробовал с ютуберами работать – это сложная тема. Но какой-то один топовый там, не знаю, вы там, не знаю, занимаетесь какой-то темой, не знаю, кухонной какой-то утвари, один топовый шеф-повар одним своим постом может там, грубо говоря, поставить вам рекорд продаж. То есть, я думаю, вот, можете посмотреть за такой штукой, кстати, интересной. Возьмите какие-то шоу опры Винфри на английском. Возьмите их какой-то там трехмесячной давности. И она достаточно часто рекламирует какие-то товары. То есть, какие-то диски, книги там, ну, какую-то хуру. Возьмите просто дату этого шоу и зайдите на Амазон, найдите этот товар, посмотрите статистику продаж. Там просто, ну, как это, знаешь, рекорд BSR-а там, проваля, обрыв. Лайтинг-дил, короче, очередной. Да, ну, это не лайтинг-дил, это супер-лайтинг. Ну, да. Нет, ну, я тебе смотри, вот, например, есть, у меня есть востребованность. В любом случае, надо это тестить. И, опять же, ценник всегда можно поднимать и в 10 раз, в зависимости от КПД, потому что все должны зарабатывать, это понятно. Если мы бизнес строим на одной стороне, то есть, какие-то специалисты зарядят цену, сами толком не зная, не имея опыта, им тоже нужен опыт нагнать. То есть, сюда в любом случае надо привлекать людей, привлекать людей, которые будут тестить. Потому что, например, я, вот ты мне сейчас говоришь, вот именно правильно сказал, я занимаюсь как бы своим. То есть, я это знаю, я в этом понимаю. Я не могу и не хочу знать все, зачем мне это надо. То есть, я, в принципе, в любом случае, кто-то там будет нас слушать, обращайтесь. В любом случае, мы готовы к сотрудничеству и запускать все эти процессы. Потому что все это тестить надо. Потому что YouTube-то что-то искал. Там есть ютуберы, которые реально там, ну, галимые, которые там, их никто не смотрит, они все фейковые. А есть ютуберы, которые точно заточены на определенной тематике. Которые там, я не знаю, кирпич только кладут. У него есть 50 тысяч подписчиков, но он занимается кладкой кирпича. Как ее класть? Ему там дали какую-нибудь там пластиковую штуку, которую мы с Алиэкспресса торгуем. Которая более новой моделью, которой там раствор удобнее. Я реально такое видос смотрел. И он реально туда там, эту пластиковую штуку, туда раствор, бам, убрал, там кирпич положил. И складка сразу, соответственно, чистовая идет. Я думаю, вот, вот тема. А если у него 3,5 миллиона или 35 миллионов подписчиков? Ну, я к примеру. И он целевый, целевик. И человек к нему как раз, или там какой-то стул там, я не знаю. То есть это как раз целевая аудитория, она мощно работает. Но мы даже сейчас говорим про элементарное. Вот что ты говоришь там, прям, как это сказать, по плану там. Google Adwords параллельно там, PPC запустил, параллельно запуск этих, как их звать, раздачи. Потому что раздача и все остальное для чего? Для звезд. Потому что мы все время, надо не забывать, что вот это все запускать. Если мы будем гнать трафик, вот ты мне объясни. Но сейчас у меня другая проблема. Мы сейчас, считай, от не верифай практически ушли. Сейчас совершенно другие люди не верифайом занимаются, которые делают верифай. Но они могут делать и не верифай. Раньше это было все искусственно, а теперь это все натурально. Ну вот смысл в чем? Если мы будем гнать трафик, например, с гугла. Нам в любом случае для конверсии нужны отзывы. Правильно же? Ну да. То есть мы же не можем с первого дня и, соответственно, нам надо по-любому сделать определенное количество выкупов. Дождаться счастливого момента, когда будет критическая точка, при которой мы будем считать, что мы конкурентоспособны. Потом, соответственно, начинаем лить тот же PPC, лить тот же самый Google или что-то еще, я не знаю. Я тебя остановлю и, на самом деле, это сейчас очень простыми размышлениями пришло к одному сильно интересному хаку. Ты можешь своих ревьюеров лить через PPC. Мои ревьюеры льются через PPC, так мы и делаем сейчас на данный момент. Я, прошу прощения, неправильно сказал, через AdWords. У тебя, например, 100 кликов в день, из них ты получил предположенную, я сейчас придумываю цифру, но тем не менее, 10 продаж. Ты говоришь своим ревьюерам, чуваки, зайдите в AdWords, бейте вот такой-то запрос, увидите вот такую ссылку, нажмите на нее, зайдите, купите, а потом через две недели оставьте свой отзыв. Выгода в чем? Сейчас люди скажут, я еще за AdWords должен заплатить. Выгода в чем? Не-не, выгода в том, что у тебя статистика сильно, ну то есть для Амазона это выглядит как абсолютно равномерный трафик. Мы сейчас это делаем через PPC просто, чтобы отзыв прошел наверняка, мы просто делаем через PPC, но есть проблема, потому что мы начали загонять эту фигню 0,2 цента сначала, ну ничего нету, стали ставить ставку уже не рекомендованную, ну в смысле вот это вот дает дельта, нижний порог дельты, никак найти не можем, то есть там тоже не так все просто, чтобы с первого дня, то есть тут сидим голову ломаем, как все это сделать. Ты меня не услышал, я говорился, для меня AdWords это тоже PPC, понимаешь? Ну да, то же самое, я понимаю, просто AdWords еще надо настроить, PPC я настраиваю автоматом быстро за пять минут, я с утра до ночи сижу этим долблю PPC. Теперь соответственно… Чтобы ты понимал, быструю настройку AdWords аккаунта так совсем супер-супер-мега быстро можно провести ну где-то за минут двадцать. Ну просто ловчить. Один ключ там будет, один ключ по которому тебя могут найти. То есть я говорю про то, что если твои ревьюверы и клиенты будут идти через один канал, то Амазону будет сложнее определить, где собственно заказные отзывы. Ну да, так и есть, а мы к этому идем, я же тебе говорю, сейчас на данный момент просто какая была проблема с отзывами? Первая проблема – это живые люди рано или поздно устают, аккаунты заканчиваются, их банят, потому что реально банят всех подряд. Реально, как я пишу, а у вас заказной отзывы? А как можно прийти заказной или не заказной? Он товар купил? Купил. А приори это, блин, покупка, ё-моё. То есть я хотел купить товар, написал. А как доказать? Только если пересечения есть, одни и те же отзывы. Соответственно, вторые – это люди, которые идут со взорванных аккаунтов и, соответственно, те люди, которые сейчас искусственные аккаунты эти фигачат. Но искусственные аккаунты можно тоже там на 1-2 выкупа и выкинул, на 1-2 выкупа и выкинул. Рано или поздно такие аккаунты будут вычисляться элементарными программами. То есть сколько… какие ревьюеры живые, неживые, сколько времени существовали и так далее. Сейчас вот мы как раз перешли на тот уровень, когда виртуальные ревьюеры стали жить долго. Ну, то есть целая история, целую там… им историю создают, там их выгуливают, там покупают, они не пишут отзывы. Частично товары специально они выкупают без отзывов, там и так далее, и так далее. Вот. И сейчас, соответственно, вот… ну, отзывы как бы есть, трафик можно создавать. Соответственно, вот будем думать, что с AdWords. AdWords, на самом деле, у нас самая основная работа с ключами. Если у нас для PPC есть ключи, конечно, и для AdWords ключи у нас будут тоже. Соответственно, нам не нужен… у нас не будет вопроса один ключ поставить или 21 или 221. Мы в любом случае их вставляем, а потом работаем с оптимизацией, которые приносят нам продажи или нет. Как отчетно смотреть во AdWords? То, что PPC я более-менее понимаю. Смотри, я сейчас, если можно, еще тут несколько заметок в Zoom-чате отвечу. Тут Алекс и Александр Ковалев. Ковалов. Ну, я думаю, что это Ковалев. Просто он зашифровался. Саша, мы тебя узнали. Поставь букву Y в фамилии. Вот. Алекс пишет, что, например, на SleekDeals меня отшили, нужен Reddit продавца 1000. Но на самом деле, Reddit продавца 1000 на стартовом бусте не так сложно сделать. Ну, если у вас не подходит, то я еще раз говорю, этих сайтов, которые Dils, их много. Единственное, там есть специфика, не все из них берут Amazon Listic. То есть, вот это надо учесть. Это очень легко гуглиться, очень легко при помощи поиска находится за 2 секунды. Вот. И Сашу Ковалева на Sleek тоже не обрубнули. Ну, вот будешь знать, надо набивать рейтинг тогда. Значит, Саша, что ж поделаешь. Надо PPC мощнее включать, делать себе BSR ниже 1000 и идти на Sleek. Ну, если BSR ниже 1000, тогда я просто не знаю, зачем еще. То есть, в принципе, на самом деле… Я знаю, зачем. Посмотри на тот же анкер. То есть, вот если мы сейчас зайдем на Sleek Dils и возьмем этот анкер, давай посмотрим, что интересно будет. Ну, копируй тайтл, да, в Амазоне посмотрим. Заряд. Так, что они тут… что они тут предлагают? Сейчас посмотрим. Не, они увеличивают каналы сбыта, е-мое, насколько дешевле, чем на Амазоне? 17,21, да? Сейчас посмотрю. Тут 21,99 цена на Амазоне. Тут 17. А здесь они продают за 16,99. То есть, грубо говоря, минус 5 долларов. То есть, минус где-то 20 процентов. Да. Не, ну, понятно. Дополнительный канал сбыта, там, эта самая серия, есть поговорка для этого, не буду говорить. Здесь она. Хуже не будет. Ну, понятно, в принципе, я и говорю. Каналов сбыта много. Я сейчас, как раз, Anker хотел себе провода для айфона купить. И офигел, что… Хотите вам сейчас классную штуку… С Алиэкспресса они мне выставили за карты Pro 5 долларов сверху. Я послал их, е-мое. Смотри, я сейчас покажу, что такое Sleek Dils и Anker. Вот это все Anker у нас Sleek Dils. И тут, короче, куча страниц. Вот, то есть, провода красные и черные. Я как раз сегодня хотел красные. У меня есть. Они, кстати, классно работают. Бери. Тут вот Василий пишет, что там не BSR ниже тысячи нужно, а количество отзывов на продавца больше тысячи. То есть, это вот количество отзывов на продавца, мне кажется, это вообще самая легко манипулированная метрика на Амазоне. Ну, я думаю, вы как-то все там родите, как ее уже накручивать. Если не родите, спросите у Дениса, он вам расскажет. Я не знаю, если склейку сделать и успеть попасть, этот скрин сделал, да, е-мое? У меня вчера было отличие другого. То есть, да, такая интересная штука. Ну, в общем, вот. Я думаю, что я ответил на все вопросы. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, вот я еще раз покажу эту страничку. Пишите мне, я в Фейсбуке отвечаю достаточно активно. Под видео скинь тогда в любом случае все ссылки, пожалуйста, на программы. Я сам себе возьму и, соответственно, ссылку на… Если хочешь, давай сделаем так, я просто презентацию расшарю и скину просто свою презентацию. Да, да, давай сразу, да. Так будет очень круто, мне кажется. Да, да. Давай тогда туда скинем и, соответственно, кому будет интересно. Хорошо. Я прямо сейчас под лайвом выложу презентацию, я ее просто залью на какой-то Dropbox. А я это самое, да, я ее скопирую и в YouTube, когда выложу это самое, тоже внизу в описании добавлю. В принципе, все понятно. Спасибо огромное. Все, ребят, всем спасибо. Приходите на вебинар, там пишите вопросы, будет супер. Всем пока. Всем удачи, всем пока. Спасибо, Денис, пока.